Вот я получил довольно-таки интересную задачу, дело в том, что я получил под свой контроль множество самых разных стикманов, и все эти стикманы оказались грузчиками. Теперь моя задача заставить этих стикменов пронести груз от пункта А до пункта Б, чтобы все мы заработали деньги. Поэтому сегодня будем играть в игрушку под названием Келлинг и Боксами, как обычно, Кристалл, и мы начинаем! Я тут встретил одного грустного котика, и он сказал, что он грустит, потому что вы не ставите лайки и не подписывайтесь. Если вы успеете за 3 секунды поставить лайк, то он станет снова радостным. Поздравляю, теперь котик не грустит. Но поначалу, понятное дело, дела идут у нас не очень хорошо, все очень медленно, работников очень мало, и денег в целом мы зарабатываем тоже едва-едва. Но все это можно будет исправить, вложив небольшую сумму, которую мы уже сами успели заработать. Например, у меня есть полторы тысячи, и каждую из этих монеток я могу потратить на то, чтобы мы сами купили что-то новое. Конкретно больше рабочих, скорость, силу, возможность впитать коробки, коробки сами по себе, и также сами здания можно будет прокачать. И какая-то суперсила, которую я пока еще не знаю, потому что не заработал на нее денежек. Ну и давайте первые деньги инвестируем, посмотрим, как у нас все будет меняться. По мере улучшения каждого из этих пунктов. По идее, сейчас у меня должно быть два работника быть, и действительно у меня ходят теперь два работника. Так что можно будет потихонечку, например, вкладываться. Если я вложусь, например, до пятого уровня, то у нас будет пять рабочих, которые будут здесь конкретно ходить и уже доставлять наши грузы. Что означает, что денег мы с вами будем зарабатывать еще больше. Ну и давайте, конечно же, скорость, также силу. Все остальные параметры будем обязательно поднимать, чтобы мы с вами заработали как можно больше денег, и чтобы сами коробки тоже приносили как можно больше денег. Ну и сами здания тоже будем тоже раскачивать примерно где-то до одного уровня. Давайте дойдем, чтобы потом уже было более-менее как-то видно визуально, как у нас все меняется. Короче говоря, фишка такая, что иногда наши рабочие могут кидаться коробками. Это позволяет экономить время. Возьмут, например, просто кинет вот так вот коробку, и нам сразу же, считайте, этот работник возвращается и сразу идет уже за новым грузом. Не приходится куда-то время тратить впустую, а конкретно он уже может сразу же нашу задачу выполнить. Что, несомненно, круто. Но это лишь самое начало, если мы это сильнее прокачаем, то, в принципе, все работники смогут кидать в будущем коробку. Хотя, на самом деле, у меня такое ощущение, что мы со временем с вами придем к симулятору Почты России, потому что именно так, мне кажется, доставляются там ценные грузы. Но, короче говоря, давайте прокачаем еще работников, пускай у нас будет их максимально много. Например, у нас сейчас их семь, на доступные деньги пока что могу только семь работников качнуть, и каждый из них приносит мне по четыре монетки, что есть, понятное дело, хорошо. Потому что до этого мы всего лишь получали по одной монетке, но самое интересное время, когда мы с вами сможем заработать прям хорошие деньжата, это ночь. Ночью у нас начинается тусич жесткий, и во время этого тусича мы просто бабло рубим до нереального. Так что нужно ждать, когда уже наконец-таки ночь наступит, и будет просто 10 из 10. И, кстати, ребята, насчет 10 из 10. Если игра вам понравится, вам захочется продолжение или увидеть еще что-то подобное в жанре, то поддержите лайками. Если набирается более 4000 лайков, то на следующий день уже будет продолжение, следующая серия. Поэтому обязательно лайк поставься, хочешь увидеть как можно быстрее новую серию. И также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, чтобы быть в курсе всех новых роликов. Также на колокольчик нажимайте, чтобы быть первыми на этих новых роликах, понятное дело. Если вообще ничего не хотите пропускать, то тогда рекомендую подписку и колокольчик, понятное дело, нажать. Поэтому давай жмакай, это очень важно. Плюс ты меня смотивируешь и принесешь в мою жизнь немножко радости. А чем больше радости у меня, тем больше радости у вас в виде контента. Все такое, да, у нас? У нас, в принципе, все это взаимно должно быть. Типа, радуйся, 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 вот так вот. Так, короче говоря, у нас пока ночь не хочет наступать. По идее, вроде как, я могу ее... Нет, не могу ее призывать. Я думал, что это будет призыв ночи, но нет. Это просто можно получить еще немножко денег. Так, меня интересует, конечно же, стоимость наших коробок. Надо будет ее поднять. Кстати, вот тут тусич начинается здесь. Сейчас начнут все тусить, танцевать и бабломы рубить. Начнем тут, правда, музон есть. Я сделал довольно тихий, потому что у меня есть ощущение, что авторскими правами защищен. Поэтому он будет не такой громкий. Но самое главное, что вы видите, как много денег мы с вами зарабатываем. Два косаря, как-никак, я заработал. И это означает, что мы с вами можем купить еще скорость, купить еще поверап, купить еще метание коробок. Купить также еще и сами здания. Такс. А, вот что это такое. Если прокачка зданий идет, то, судя по всему, мы будем зарабатывать больше, когда сработает именно вот этот мегабуст. А стоимость коробок, это уже у нас конкретно вот эта вот тема. Если мы бокс прокачиваем, то тогда можно зарабатывать больше денег. Кстати говоря, все коробки можно доставлять, по идее, вручную. Что также можно, благодаря чему можно также ускорить работу. Но лучше уж делать это нашим ребятам. Мне кажется, что так упарываться нет смысла. Когда ты уже много работяг себе нанял, нет смысла таскать грузы вручную. Ну тогда для нас самый быстрый, пока что, способ повеличить количество заработка, это добавить себе побольше работников. Поэтому в основном будем стараться добавлять себе новых работяг до того момента, пока нас, конечно же, не устроит их количество. По идее, гемов тоже можно было бы получить, если бы не одно но. Гемы очень редкие. Либо же можно купить их за донат. За донат у меня их купить, к сожалению, не получается. Также можно, типа, посмотреть рекламу, но там не совсем просмотрят рекламу. Там, скорее, выполнение миссий, которые не всегда у меня срабатывают по какой-то причине непонятной. То ли меня постоянно еживают на эту тему. Если я выполню какую писью, там, типа, зайди, скачай игру, установи, у меня может это не засчитаться, не знаю. Может это проблема эмулятора, кто знает, может в комментариях написать, что у меня за проблемка такая. Может быть, в будущем смогу хотя бы за миссии какие-нибудь гемы получать. Показать вам уже, что можно было бы получить за гемы. Так, ну ладно, короче говоря, у нас уже денег не так много, как хотелось бы мне. Но давайте что-нибудь придумаем. Например, например, я все же смог купить себе гемов, наконец-таки. Теперь означает, что мы с вами можем сделать прокачки более интересные. На самом деле, я хотел просто копить кучу голды, потом попробовал, зашел в алмазики. У меня все же прокатило хотя бы за доллар себе их купить. Поэтому вот у нас 100 гемов дополнительно добавилось. И значит, что можно купить что-то себе новенькое и любопытное. Конкретно, что у нас вообще есть. Давайте посмотрим. Можно баф получить на деньги. Можно получить сразу целую тонну бабла. Что, мне кажется, сейчас наиболее интересная вещь, потому что за 5 гемов всего лишь можно получить полмиллиона. За 20 гемов 10 миллионов. Я думаю, что предложение очень даже выгодное для нас сейчас, чтобы мы более-менее смогли прокачаться. Посмотреть, как игра выглядит на более высоких уровнях. Иначе ждать просто придется целую вечность. Как мне кажется, это самое нормальное предложение. Так, ну и давайте покупать скорость и все остальное. Посмотрим, что у нас в конце концов из этого выйдет. Также надо супер силу качнуть хотя бы разок. А, супер силу этот чувак будет просто сверху кидать коробки. И коробка дает нам 40 монет. Обычно по 4, блин. Слушайте, а супер силу довольно-таки неплохая тема, если так глянуть. Так, и давайте дальше прокачиваться. Здание также качаем и все остальное. Короче говоря, все у нас пойдет по очереди качаться. Вообще, наверное, надо работников как можно больше качнуть. Давайте качнем работников до уровня, когда у нас будут они стоить прям охренеть. Как дорого. 22 работника, да, у нас подъехало. Давайте вот этот параметр тоже качнем. Вот этот параметр качнем пока что. Где-нибудь до единой суммы. То есть, чтобы 122 тысячи на каждом из них стоило. А потом уже будем думать, что лучше из этого нам качнуть. Что будет более-менее правильным вложением. Ну и коробки, само собой, надо будет тоже качнуть. Поэтому сейчас докачаем. Так, короче говоря, вот у нас здания все прокачались. И также у нас целая тонна работников. Смотрите, как их много здесь бегает. Просто туда-сюда теперь. И еще коробочки. Качаем до 5 уровня. Теперь по 8 голды. А, то есть они со временем будут стоить определенное количество гемов, чтобы прокачаться. Давайте попробуем, потратим. А тоже до примерной нужной суммы. Вот так вот. И сколько за одну коробку? Нифига там чувак на скутере. А, стой! Я уронил коробку. Или так и надо было? Не знаю. Короче говоря, разломал какой-то ценный груз. Возможно. А, возможно и не разломал. Возможно сделал все наоборот правильно. Так, по 122... По 112, точнее, она приносится денег. Чисто так. И чувак, который сверху бросает, он по косырю нам закидывает. То деньги, конечно же, сразу активнее поперли. Гораздо больше бабла мы теперь получаем. Так, и что же дальше-то качнуть? Во что лучше дальше еще вложиться? Денег-то довольно-таки много. Вон, давайте каждый из этих штук попробуем покачать по разу. Чтобы они более-менее выровнялись по прокачкам. А потом уже посмотрим, что лучше будет качнуть. Так, вот так вот, в принципе, меня устраивает. И дальше можно, например, еще работников себе добавить. Как вариант. Так, у нас еще солнышко сработало. С него сейчас еще можно баблишко заработать. И давайте-ка, наверное, что мы сделаем? Что можем еще сделать? Давайте-ка посмотрим, какой апгрейд. Апгрейд кост можно снизить. Также получить, опять же, кучу денег. Кстати говоря, можно скины купить. Но мне кажется, что это бесполезная вещь. Типа, зачем мне скины? Типа, смысл от них? Да, забавно, конечно. Но не то, чтобы это нам прям нужно было. Поэтому я думаю, что это бесполезная вещь. Так, давайте возьмем еще 10 миллионов как минимум. И дальше можно будет вложиться, опять же, в количество работников. А мне кажется, что это наиболее правильная будет прокачка. Если мы будем доволять себе больше работяг. Так, подожди до реберса. То есть еще и реберс есть какой-то. Можно переродиться. Нифига себе. А как интересно переродиться, чтобы получить еще больше ништяков. Ну ладно, давайте еще. 224 золота теперь будет с коробки идти. И можно спешл пауэр, точнее супер пауэр еще разок качнуть. Как вариант. Возможно, это что-то даст. Возможно, будет два работника. И да, действительно, два работника появилось. Которые кидаются теперь коробками. По 2-2 стена приносят за каждый бросок. Блин, просто посмотрите на эту армию чуваков, которые просто доставляют нам грузы. Вот это вот компания, да? Правда, очень странно, что они с одного здания в другое перегоняют. Которые находятся друг от друга совсем недалеко. Может быть, это такой очень долгий глобальный переезд. На самом деле, это здание, знаете, типа кажется, что оно такое маленькое. На самом деле, оно там в глубину просто до нереального размера. Так же, как и вот это. Но, типа, тут более обновленная версия, тут старая. Может быть, так переезд идет. Я не знаю. Можно только об этом гадать, как говорится. Так, но тем временем деньги, кстати говоря, неплохо идут. Я, в принципе, даже теперь могу на авке зарабатывать хорошие суммы. Да, конечно, апгрейды тут тоже стоить стали до нереального жесткой. Но, как-никак, теперь хотя бы если игру оставить в авк, то она реально много принесет. Чем было до этого, то если бы я гемы не купил, мы, наверное, бы сейчас с вами только, дай боже, я бы 1020 заработал за то время. А сейчас хотя бы более-менее прогресс. Не то, чтобы без гемов в нее играть нельзя. Просто хотелось показать вам, чтобы пошустрее шло. Все же, я всегда обычно, если что-то покупаю в игре, то чтобы быстрее вам показать, что будет дальше, например. И особенно, если лайки вы поставите, то можно будет показать, что еще будет дальше. Как вообще в этой игре, например, реберс выглядит, если мы до него дойдем. Поэтому поддержите лайками. Также более 4000 набирается. Будем продолжать смотреть дальше, что там есть и того подобное. Так, ну что, у нас 230 косарей есть. Пока что качалить мне особо нечего. Нужно будет что-то придумывать. Либо же ждать тусич. У меня вообще давно не было этого тусича, который ночной срабатывал. Я не знаю, куда он пропал. Хотя бы разок бы у меня сработало. Хоть посмотрел, сколько бы денег он мне тогда в конце концов принес. Но так что-то такое себе, я не знаю. Сейчас денег особо нам и не прибавляется, что довольно-таки грустно, как мне кажется. Знаете, что хочу? Хочу еще одного работника добавить. Пускай у нас будет еще один работник наверху стоять. И кидайте еще одну коробку. Будем получать еще больше денег за счет спецдоставки. Если так можно ее назвать. Блин, реально, что там с грузом вообще творится? Если его так доставляют, там реально просто один песок, наверное. Это что было раньше? Это телевизор? Ну, теперь это песок, да? Пыль? Что-нибудь типа того. Как-то так вот примерно это выглядит. Так, и в общем-то лайки ставьте, ребята, если хотите продолжение. Более 4000 лайков равно продолжению. Также подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. На колокольчик нажимайте, чтобы не пропускать новые ролики. С вами был, как обычно, Кристалл. Всем удачи, всем пока!